Существует область, которая называется пустыней Нептунов. Эта область находится вблизи звезд, где ранее не было найдено ни одной планеты, сопоставимой по размеру с нашим одноименным ледяным гигантом. Миры, располагающиеся в этой зоне, получают сильнейшее излучение от звезды и, как предсказывают модели, не могут удерживать свою атмосферу, которая попросту испаряется. В итоге от планеты остается лишь каменистое ядро. Так было принято считать до сегодняшнего дня, поскольку была найдена планета сопоставима по размеру с Нептуном. Именно она располагается очень близко к своей звезде, но при этом еще не лишилась плотной атмосферы. Планета была обнаружена с помощью транзитной съемки следующего поколения, NGTC, наземного телескопа в паранальной Европейской Южной обсерватории в пустыне Атаками в Чили. Орбитальный период необычайной планеты 1,34 дня. Является самым коротким из когда-либо обнаруженных наземными телескопами. А также самая маленькая экзопланета, когда-либо обнаруженная на Земле. Неплохо для одного открытия. Открытая планета NGTC-4B на 20% меньше Нептуна и в 20 раз массивнее нашей планеты, совершает один оборот вокруг своей звезды всего за 1,3 земных дня. Крепкий орешек раскален до 1000 градусов Цельсия и все еще удерживает свою газовую оболочку. При этом ее звезда, удаленная от Земли на 920 световых лет, лишь немного уступает по своим характеристикам Солнцу. Исследователи полагают, что NGTC-4B, получившая неофициальное название «невозможная планета», является изгоем и совсем недавно, в течение последнего миллиона лет, переместилась в пустыне Нептуна под влиянием своих соседей. С другой стороны, этот раскаленный мир изначально мог быть просто гораздо крупнее, и его атмосфера все еще испаряется. Мы и дальше будем следить за космическими новостями. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Теперь мы есть не только в группе ВК и Телеграм, но и в Инстаграме и Фейсбуке. Ссылки в описании. Интересно то, что обычно, при поисках внесолнечных планет Земли, телескопы в состоянии заметить транзиты глубиной не менее 1%. Но новые инструменты, NGTC, подняли эту планку до удивительных 0,2%. Сейчас собираются новые данные, чтобы выяснить, существуют ли аналогичные миры в пустыне Нептуна. Возможно, раньше мы их просто не замечали. Похоже, пустыня зеленее, чем принято считать. Субтитры сделал DimaTorzok